МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господин Жириновский вновь попал в журналистские сводки. Но не дело ради, а потехи для. Депутат громко анонсировал свой поход на сдачу норм ГТО. Но как-то не сложилось у народного избранника с готовностью к труду и обороне. Не сдал, не выполнил норму. Говорит, что помешали журналисты. Я никому мешать не хочу, но итоги дня подведу. Меня зовут Дмитрий Чашков. Здравствуйте. Нам есть о чем с вами поговорить. Врачи прилетели. Профессор из Гиппонии проведет для тюменских докторов обучающий семинар по нейрохирургии. Вклад коммунальный, куда направить собственные средства на капитальный ремонт. Мы его и не могли добиться. Сколько у нас вот таких кип и переписок? У тюменца постаётся чуть больше недели на принятие решения. Сам себе хулиган. Чем девятиклассникам не угодил школьный туалет и что за это грозит юным вандалам? Однажды, 40 лет спустя. Всё совершенно нормально. В два дня, вообще-то говоря, весь рельеф был смонтирован. Историческая площадь Тюмени к юбилею Победы значительно изменится. Ну и начнём сегодня выпуск с сезонной информации. Клещи проснулись. В властную инфекционную больницу уже обратились пятеро жителей регионального центра. Но что самое интересное, близкое знакомство с миром кровососов у всех произошло на одном тракте в Вележанском. Именно там у пострадавших находится дача. Одну из женщин госпитализировали. У неё подтвердился диагноз боррелиоз. Что касается иммунизации против энцефалита, то прививки поставили 6 тысяч жителей региона. В первых числах мая начнётся обработка территории от насекомых. В первую очередь возле школ и больниц. К словам специалистов, именно на последний месяц весны приходится пик обращения к врачам. Ровно когда начинается дача на сезон. Поэтому любителям загородного отдыха советуют также обработать участки от клещей. В федеральном центре нейрохирургии в Тюмени проходит обучающий семинар профессора из Японии. Кацуми Токизава в течение трёх дней будет читать лекции и обучать наших специалистов техникам наложения швов. Сначала врачи тренируются на искусственных силиконовых сосудах и затем задают своеобразный зачёт во время показательных операций. Кстати, гость из страны восходящего солнца уже в четвёртый раз проводит мастер-классы для местных докторов. Нужно сказать, что по техническому оснащению Тюменский центр нейрохирургии лучше многих японских центров. Что касается хирургических техник, то есть ещё чему поучиться у японских специалистов. И для меня большая честь приехать сюда и поделиться своим опытом. Особое впечатление на профессора произвела гибридная интеллектуальная операционная. В его больнице подобных нет. В мире же их всего 45. Таких операционных не так уж много в мире. В России она единственная, которая позволяет в процессе проведения операции тут же проводить высокоточную диагностику, чего раньше не было. Та команда, которая здесь собрана, одна из самых профессиональных в России, и, наверное, теперь уже можно говорить не только в России, но и за её пределами, делаются уникальные операции. Оснащение центра достаточно серьёзное. Центр работает на всю Российскую Федерацию. И надо сказать, что здесь ещё очень серьёзно занимаются подготовкой кадров, изучением новых технологий, которые появляются в медицине. На другим темам. Тюменский аграрий, несмотря на кризис, не останутся без помощи. Для проведения весеннеполевых работ уже выдано кредитов на общую сумму 944 миллиона рублей. Это более 60% от необходимых средств для потребности регионального АПК. Ставки по займам в этом году для хозяйств от 5 до 7%. Это с учётом субсидирования из федерального и регионального бюджетов. В целом уже почти вся сельхозтехника к работам готова. На 95% проверены семена зерновых и зернобобовых культур. Идёт накопление ГСМ и удобрений. Сегодня в центре Тюмени едва не появился новый фонтан. Правда, не по эстетическим, а по коммунальным причинам. На пересечении улиц Челюскинцев и Хохрякова произошёл очередной порыв магистрального водопровода. На глубине более трёх метров не выдержала труба диаметром 600 миллиметров. Аварийная бригада приехала вовремя, поэтому особых спецэффектов свидетелям ЧП увидеть не удалось. Причём устранить неполадку пришлось без подключения, иначе без воды остался бы весь центр областной столицы. В настоящий момент работы проводятся. Все дома, которые находятся в центральной части города, с водой. График пока составлен на сутки. То есть с утра сегодняшнего дня до утра завтрашнего дня. Но я думаю, что постараемся как можно быстрее устранить утечку для того, чтобы открыть улицу. Ну, к слову, бригада на этот раз сработала оперативно и значительно сократила собственный график работ. Водоканал считался, порыв устранён. Ну, коммунальная тема, и, пожалуй, продолжим. Главное, что в последнее время беспокоит многих специалистов ЖКХ, это когда мы с вами уже наконец определимся, куда направлять деньги на капремонты. Региональному оператору или на спецсчёт? На принятии почти исторического решения остаётся чуть больше недели. Очередная полезная инструкция от нашего корреспондента Евгении Зубцовой. Мы его и не могли добиться. Сколько у нас вот таких кип и переписок? Им обещали сделать капремонт ещё в прошлом году, но работы так и не начались. Жители отчаялись и решили сами копить на реконструкцию. Для этого открыли свой спецсчёт в банке. С 1 мая, как и все, станут отчислять деньги, но уже сейчас собирают на ремонт подвала. Когда нам считает государство ремонт подвала, там выходят миллионы. Когда посчитали мы сами ремонт подвала, у нас вышло 780 тысяч. И мы сейчас вот эти 780 тысяч собираем с нашего дома. Жители всего 106 домов приняли решение копить деньги на спецсчёте. Это чуть больше 1% в области. Остальные либо не определились, либо доверятся региональному оператору. Но ещё есть время сделать выбор до 18 апреля. У жителей есть выбор, где открыть свой спецсчёт на дом. 52 банка соответствуют требованиям жилищного кодекса для того, чтобы обслуживать такие счета. Полный список кредитных организаций можно увидеть на сайте фонда капитального ремонта Тюменской области. Владельцем спецсчёта в банке может стать региональный оператор. Но это не значит, что он возьмёт на себя затраты на обслуживание. Если региональный оператор является владельцем специального счёта, то в данном случае функциями является открытие этого специального счёта в банке и финансирование капитального ремонта. Открытие спецсчёта дома стоит до 3000 рублей, обслуживание – до 1200 в месяц. Для регионального оператора это бесплатно. Кроме того, банки готовы ему выплачивать более 9% годовых. Для частного счёта условия менее выгодные – от 0,01 и редко до 4%. За денежным оборотом на счёте регионального оператора также положен контроль. Безусловно, контроль будет осуществляться. Это предусмотрено и 271 законом, который регулирует деятельность региональных фондов и жилищным кодексом. Банки обязаны контролировать средства, которые уходят за счетов фондов на оплату капитального ремонта. И главное – деньги на счёте регионального оператора всегда будут в обороте, а значит, инфляция им не страшна. Евгения Зубцова, Андрей Захаров, Тюменское время. Ну а уже завтра на все наболевшие коммунальные вопросы ответит заместитель губернатора Вячеслав Вахарин. Программа «Главная тема» в 19.30 на Рене, в 21.30 на Тюменском времени и в 00.45 на канале СТС. К нам присоединяется Анна Чеханадская. Аня, здравствуй. Добрый вечер, Дим. Ну, зная Вячеслава Михайловича, я полагаю, вопросов не должно остаться. Да, я тоже знаю Вячеслава Михайловича, когда мы полтора часа с ним общались, совершенно случайно. Всё в тончайших подробностях о коммунальной теме. Я предлагаю к обзору СМИ всё-таки прийти. Сегодня тоже есть несколько интересных новостей. Тебе слово. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджетные выплаты ежегодно увеличивается, в том числе и за счёт большого миграционного потока. Жители Тобольска остались без Рено. Единственный в городе дилер признан арбитражным судом области банкротом, пишет сегодня РБК. Теперь за обслуживанием автомобиля таблякам придётся ездить в Тюмень. Интересно, что компания сама подала иск о своём банкротстве. Это дилер объяснил невозможностью погасить долги. Кредиторская задолженность была просрочена. Долги по зарплате составили почти 153 миллиона рублей. Теперь предстоит сформировать список кредиторов. Помимо физических лиц с ходатайством о включении в очередь, выступил Сбербанк. Телевизионная трансляция «Гонки чемпионов по биатлону» стала самой рейтинговой спортивной программой прошлой недели. Таковы данные ТВ-замеров. Их опубликовала пресс-служба Союза биатлонистов России. Напомним, шоу состоялось 5 апреля в воскресенье на стадионе «Геолог». Эфир обеспечивала местная Тюменская телевизионная бригада. Любопытно, что трансляция «Гонки» на призы губернатора и «Жемчужины Сибири» также собрала внушительную зрительскую аудиторию. Ну и только добавлю, Дим, что из 10 самых смотрибельных спортивных состязаний, 4 проходили именно в Тюмени. Да, теперь, кажется, знаю, что нужно сделать, чтобы поднять рейтинги нашей программы. Все очень просто. Нам нужны лыжи, нам нужен снег и нам нужны винтовки. Людям же нравится биатлон, правильно? Ты готов сменить? А, да, ты готов, кстати, сменить свой вот прекрасный наряд на спортивный костюм. Слушай, ну, на лыжах я умею, а вот стрелять нужно еще научиться. Так, да, я могу пострадать, поэтому лучше не надо. Большое тебе спасибо. Спасибо, Дим. Мы продолжим. Ну, кстати, на биатлонные соревнования приехало немало гостей из соседних регионов. Причем большинство из них познавали Тюмень комплексно. Поболели за спортсменов, посмотрели на красоты города, покупались в горячих источниках. Ну, мы хоть и не туристический центр, но у нас тоже есть что показать. Кстати, в скором времени к нам планируют заманить уж совсем искушенных отдыхом крымчан. Сначала, конечно, мы к ним, ну, а потом и они к нам. Ну, так, по крайней мере, написано в соглашении, которое подписали представители нашего региона и республики. Гостем программы сегодня стала заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Ольга Бурова. Ольга Васильевна, здравствуйте. Добрый день. В федеральные СМИ специалисты, аналитики очень много обсуждали вообще, как в Крыму прошел сезон. Вот вы, так сказать, из первых уст, на самом деле, спад был или не было, или что вообще, как поменялось? Сложно сравнивать сезон Республики Крым в составе Российской Федерации с сезоном автономной Республики Крым в составе Украины, потому что совсем разной была транспортная логистика, совсем разные были потоки туристов. То есть у нас прошлый год был переходным, мы переходили на российский рубль, мы переходили на российское законодательство, мы переходили на российские стандарты. Поэтому в переходный период мы приняли 3 миллиона 800 тысяч туристов, это только Республика Крым. Если брать Крымский федеральный округ, то это 4 миллиона 100 тысяч туристов вместе с городом Севастополем. Я считаю, что это замечательные цифры, замечательные показатели. Недавно прочитал в федеральном СМИ, что путевка в Артек стоит что-то порядка 60 с лишним тысяч, да, я так понимаю, но коммерческих этих путевок будет совсем же маленько, да? Да, все правильно, практически все путевки будут предоставлены одаренным талантливым детям, победителям тех или иных олимпиад, это могут быть математические, физические, физика, химия, либо победители спортивных соревнований. То есть это дети, которые своими достижениями, трудом заработали путевку в Артек, и для них она будет бесплатна. Ценовая политика, это много кого интересует. Я вот сейчас, когда захожу на сайты туроператоров, понимаю, что ого-го, очень дорого. У вас с ценами какие дела? У нас цены зависят от времени года, когда приезжает к нам турист, и от того региона, который он выбирает. Если мы вспомним, что Тюменская область шествует над Черноморским районом, то наверняка населению Тюмени интересно будет приехать в Черноморский район отдохнуть там. Если говорить о ценовой политике Черноморского района, то можно найти в индивидуальном средстве размещения места в комнате и за 200 рублей. Если говорить о пансионатах, гостиницах, которые находятся на территории Черноморского района, то с трехразовым питанием это будет 1200. То есть, в принципе, небольшая цена в день, да, с человека. Если мы приезжаем в Евпаторийский регион, о котором я тоже сейчас немало рассказывала, то в санаториях, пансионатах с лечением мы с вами найдем размещение с услугами медицинскими за 2000 рублей в день. Но чем ближе к южному берегу Крыма, тем цена будет увеличиваться. Ну хорошо. Дети Артек. Семейные больше. Это вот поездили, посмотрели красоту. Пенсионеров посадили где-нибудь, я не знаю, в Ялте. За здоровьем. За здоровьем. Да, за здоровьем. За здоровьем. Но вот не будете, наверное, спорить, в прошлом году Крым потерял брендовое мероприятие под названием Казантип. Что-то будет заменяться? Потому что молодежь реально это знала. Ведутся переговоры, что Казантип возвращается. Но, конечно, будет немножечко поменяться формат мероприятия. Все-таки здоровый образ жизни. Будет все-таки девизом Казантипа. То есть музыка, да, спорт, да, но без наркотиков. Потому что Крым – это территория без наркотиков. Но у Казантип есть шансы, что он вернется на территорию Крыма. Но это ближайшее будущее? В этом году. Уже приступают к переговорам. Меняется инфраструктура? Ремонтируется что-то в лучшую сторону? Сегодня в Крыму реализуются 6 туристко-рековационных кластеров. Федеральным бюджетом выделено на этот период с 2015 года по 2020 порядка 22 миллиардов рублей именно на инженерную инфраструктуру. В рамках реконструкции уже дорог, сетей инженерных будут выделяться территории под инвестпроекты. И мы уже ждем инвесторов, которые сегодня приходят и говорят, что мы готовы реализовать тот или иной проект, который сегодня нужен для Крыма. Это и новые санатории, рекреационные комплексы, спортивные комплексы, которые и будут решать ту задачу, которую сегодня Крым перед собой ставит. Большое спасибо. Большое спасибо за приглашение. Ну, кстати, по словам Ольги Буровой, начинать знакомиться с красотами Крыма лучше всего судака. Мол, там и крепости, кухни, и море, и история. Ну, а мы бы ее сослали в Тобольск. Ну, по нормальному такому туристическому маршруту. Кремль, источники Распутин, тоже есть что показать. Впереди у нас новости районов. После вернемся в студии, нам еще есть о чем с вами поговорить. В Сорокинском районе еженедельно в семи крупных торговых точках поселений проводится мониторинг цен и торговых надбавок. Под особым контролем продукты питания, обозначенные в постановлении губернатора области, в том числе мука, хлеб, молоко, мясо. В результате проверок возбуждены два дела об административных правонарушениях. Заводоковский завод строительных смесей «Биттекс Сибирь» перешел на отечественное сырье. В основном это мрамор, мел и тальк. Продукция предприятия востребована, поэтому количество рецептур увеличили в три раза. За одну смену выпускаются около 18 тонн готовой продукции. В Викловском районе к посевной приобрели новую технику. Одна из главных покупок зерноуборочной комбайны от завода «Ростельмаш». Они появились в хозяйстве «Радиус Агра». Один из них векуловчане будут узнавать издалека. Машина расписана под хохлому. В Бате идет подготовка к навигации. Паромщики приводят в порядок суда. На всех четырех кораблях уже сделан капремонт двигателей. Идет окраска корпусов. Паромы укомплектованы спасательным оборудованием. В составе команды 16 человек. Ну, у паромщиков одни суда, а вот у тюменских старшеклассников суда, ну, а точнее суды, кажется, уже другие, настоящие. Отдел полиции по делам несовершеннолетних продолжает разбираться с очередными любителями Ютуба. Накануне трое подростков решили снять ролик, в котором они оттачивают боевые искусства на дверях школьного туалета. Сняли и выложили, чтобы, видимо, лайки собрать. Им было невдомек, что стражи правопорядка тоже сидят в интернете. Вот соловики и поставили свой лайк, вычислив сразу городское учебное заведение и благодарных его воспитанников. Двоим по 15, старшему 17. В общем, минута интернет-слава может казаться для ребят не самым приятным в их жизни событием. В течение дня проходит разбирательство того, что там произошло, какая была мотивация у подростков. Соответственно, родители уже составлены административные протоколы за несоответствующее воспитание несовершеннолетних. В дальнейшем уже будет решаться вопрос дальше по квалификации. То есть, если там состав преступления по уголовному кодексу, это повреждение или уничтожение имущества. Ну, посмотрите, старались, монтировали, музыку наложили. Молодцы. Тем временем, на другом конце города подростки уже несли в массы добрые, светлые, вечные, ну а главное, законные. Активисты в очередной раз направились в народ, чтобы выяснить, кто продает алкоголь несовершеннолетним. На сей раз под трезвый контроль впервые попал железнодорожный вокзал. В качестве мощного тыла общественников призвали на помощь сотрудников транспортной полиции Свердловской области. В итоге в кафе, которое находится непосредственно в здании, 16-летнему парню продали бутылку пива. Причем продавец попросил паспорт у подростка, но тут ее подвела математика. Говорит, что ошиблась с расчетами. Продажа несовершеннолетнему продукции запрещена законом. Я с вами согласна. Я бы неправильно посчитала. Мы с нас же вместе посчитали, но, видимо, неправильно посчитала. Информация поступила нам от граждан, и информацию мы получали от сотрудников полиции. В принципе, в планах проверить все транспортные узлы, в том числе и автовокзал, и аэропорт. Напомним, что наказание для продавца за продажу спиртного подростка – штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Другим темам Тюмень продолжает преображаться к Днепобеде. Мы уже рассказывали, что все городские украшения должны быть выполнены в едином стиле, который, кстати, утвержден по всей стране, от Москвы до самых до окраин. Но есть места, где все же без столичных нормативов можно и обойтись. В областном центре – это историческая площадь. 47 лет назад там был установлен обелиск и вечный огонь. В 2015-м привычную картину решено было изменить. Как именно? Расскажет Ирина Акопян. Каждый сантиметр этого бронзового полотна – кусочек истории. 70 квадратных метров вместили в себя переломные моменты военных лет. Сталинградская битва, блокадный Ленинград и, конечно, тот самый желанный День Победы. Когда я слушал идею, которую Сергей Валентинович Четлинов докладывал, идею памятника на Совете, у меня комок в горле стоял. От идеи до воплощения прошло примерно два года. Финальное одобрение проект получил в декабре 2014-го. После чего в цехах Екатеринбургского художественного фонда под руководством автора Сергея Тетлинова специалисты вышли на творческую передовую и развернули свой трудовой фронт. Бронзовый барельеф от своего предшественника отличается своей интерактивностью. Здесь в прямом смысле можно прикоснуться к истории и понять, как же выглядела винтовка военных лет – 125 граммов, блокадного хлеба и возложить цветы узникам немецких концлагерей. Живой памятник в областной столице оказался в эти выходные. 23 тонны ценного груза доставили поздно ночью, чтобы не затруднять движение на дорогах города. Впервые за последние 40 лет такая серьезная реконструкция этого памятника. Тюменцы очень трепетно к нему относятся, поэтому и ответственность повышена. Администрация города взяла на себя ответственность и за старый монумент памяти погибших воинов. Он верно прослужил на исторической площади почти 50 лет. Он демонтирован. На сегодняшний день его части перевезены в город Екатеринбург. Таким образом мы его будем хранить, пока общественность Тюмени не решит его судьбу. А вот судьба Стеллы, которая также является частью комплекса, уже известна. Ее обновляют гранитными плитами. Прежние даты имена будут также восстановлены в бронзе. Еще одна глобальная задумка авторов барельефа – проводить уроки мужества по мотивам нового памятника. Поэтому на предпоказ бронзового полотна пригласили не только журналистов, но и учителей тюменских школ. При правильном преподнесении, я думаю, это очень интересный памятник, он создает некую панораму Великой Отечественной войны во всем многообразии и проявлений. На доработку потребуется еще две недели. Официальное открытие барельефа запланировано на 4 мая. Ирина Акопян, Алексей Красный, Владимир Кондратьев. Тюменское время. Ну, кстати, до празднования Дня Победы остается ровный месяц. И Тюменская служба новостей приложает свой спецправед, которым рассказывает о помощи области фронту в те далекие сороковые. Город Тюмень. 27 августа 1942 года. Из докладной записки инструктора политотдела Тюменского отделения железной дороги. Активистки Тюменского отделения взяли шефство над госпиталями. Они организовали сбор подарков ко дню железнодорожника. Собрано по отделению подарков. Огурцов 101 килограмм. Лука 11 килограммов. Чеснока 15. Моркови 52. Картофеля 21. Редьки 15. Свеклы 10. Табака 4. Помидоров 5. Капусты 12. Репы 5 килограммов. Спонсор программы уникальной аптеки Формленд. У меня же к этому часу все новости. Завтра будет новый день, новые события и Тюменская служба новостей будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»